Глава «Психология успеха». Формула успеха. Выдумка или реальность? На протяжении многих лет люди пытались понять, имеется ли в действительности некоторое сочетание черт характера и способностей, которое почти стопроцентно обрекает человека на успех. Если понятие успешной личности реально, то как вычислить таинственную формулу успеха? Как узнать, кто из нас сможет ею воспользоваться? Над этими вопросами задумывались многие исследователи. Так в известном институте Гэллопа проанализировали характерные черты способности полутора тысяч преуспевающих человек, которые были выбраны из американского справочника «Кто есть кто?». Как и ожидалось, исследование выделило общие черты, характерные для наиболее успешных участников опроса. Ниже приведены наиболее существенные черты, характерные для успешных личностей. Первое. Здравомыслие или здравый смысл. Это качество чаще всего присутствовало у опрошенных. 61% из них заявили, что здравый смысл является едва ли не самым важным фактором их успеха. В данном случае под здравым смыслом подразумевалось умение адекватно оценивать повседневные дела с точки зрения их практичности и умение на основании этого принимать оптимальное решение. А для этого нужно уметь отбрасывать внешне и оценивать суть событий или обстоятельств. И здесь возникает закономерный вопрос. Является ли это качество врожденным или его можно как-то развить в себе? Некоторые из опрошенных считают, что даже самый обыкновенный человек способен к этому. Нужно лишь учиться на своих ошибках и не стыдиться обращаться за советом к другим людям. Второе. Знание своего дела. Эта черта является второй по значимости. Один из весьма процветающих бизнесменов сказал, что ничто так не способствует успеху, как хорошая профессиональная подготовка в своей сфере деятельности. Благодаря имеющимся глубоким познаниям снижается величина риска в бизнесе. Строго говоря, высокий профессиональный уровень служит своеобразным страховым полисом и позволяет найти выход в самых сложных ситуациях. Важно также помнить, что если вы уже достигли определенных высот бизнеса, то для того, чтобы удержаться на таком уровне, нужно продолжать накапливать знания и расширять свой профессиональный кругозор. Третье. Уверенность в себе. Если побеседовать с людьми, которые достигли наибольшего успеха, то окажется, что в своем деле они рассчитывают только на свои силы и способности, не ожидая чьей-то помощи извне. Эта черта неразрывно связана с другим, с умением предпринимать решительные действия, чтобы добиться успеха. Сюда же можно включить подразумевающуюся сами собой силу воли и целеустремленность. Основатель одной из самых крупных бухгалтерских фирм в северо-западном регионе США заявил, что его формула успеха заключается не только в гордости за свою работу, но и в мужестве, необходимом для того, чтобы достигнуть поставленную цель. Четвертое. Способность к завершению начатых дел. 75% опрошенных преуспевающих бизнесменов считают, что они развивают бурную деятельность для решения поставленных задач. Способностью к завершению дел они считают совокупность трех качеств. Усердие, хорошую рабочую подготовленность и организаторский талант. Один университетский профессор физики так определил свою личную формулу успеха. Упорный труд плюс оптимальный рабочий ритм. Как оказалось, для выполнения поставленных задач он работает по 100 часов в неделю. Помимо перечисленных составляющих, существуют и иные факторы, среди которых назывались творческий потенциал, способности руководителя, умение наладить отношения с коллегами и, конечно же, удача. Однако наиболее важны для достижения успеха четыре главных черты. Знание своего дела, здравый смысл, уверенность в себе, способность доводить дело до конца. Основа успешного бизнеса – победа над чучундрой. Как ни удивительно, но основным противником успешности человека является он сам. Точнее, его внутренняя чучундра. Чтобы понять, что такое чучундра и чем она занимается, давайте вспомним прелестную сказку Ридьярда Киплинга «Рики Тикитави». Среди животных, которые попадаются на пути отважного мангуста Рики, ему встречается и мускусная крыса чучундра. Она ждет от будущего лишь неудач и неприятностей, а сама так всего боится, что всю жизнь бегает только вдоль стены и никогда не выходит на середину комнаты. У каждого из нас внутри живет такая чучундра, которой часто удается тормозить самые перспективные дела и превращать жизнь человека в непрерывную вереницу сомнений. Подтверждением тому является множество талантливых и сообразительных людей, имеющих, казалось бы, все качества, нужные для открытия и успешного продвижения своего бизнеса, но так и не имеющих своего дела. И причина тут одна. Продолжение следует... Продолжение следует...